всем привет дорогие друзья вот еще один двухкопеечник времен александра первого нашел у себя в шкафу он еще более уставший чем я вот делал обзор на две копейки 1812 года время сделала свое нехорошее так сказать дело вот еще вот зеленая патина это тоже то не непонятно то ли это бронзовая болезнь то ли еще что не знаю вот две копейки екатеринбургская монета или внизу под значение номинала вот тут вот такой вот брак смещение хороший если бы то современная монета была ценная была бы 1813 год николай мунд м мецмейстер екатеринбургский как и в 1812 году вот что хочу сказать ну материал естественно медь масса 13,65 грамма диаметр 29 миллиметров плюс-минус плюс-минус сами понимаете почему вот такие вот вещи достаточно часто встречаются на монетах того периода тираж 64 миллиона четыреста семьдесят там девять с лишним тысяч штук существует разновидности помимо екатеринбургской наиболее распространенный которых очень много встречается в продаже на аукционах его коллекционеру практически всех имеется на наличии кто собирает российскую империю существует еще также км колыванская медь спб санкт-петербургский и и м и жорская монета наиболее редко считается санкт-петербургская что касается екатеринбургской вот такой вот то состояние состояние в таком состоянии не стояние она практически по сути ничего не стоит рублей там 20 30 и цена ну 50 пускай даже вырегут рублей 70 80 состоянии файл от 100 рублей чуть выше там 100 150 ну вы уже там если хороший рельеф и мало затертости мало первую очередь каверны по всевозможной гнили от если мы большинство монет как мы понимаем из земли идут коллекционерам данного периода в частности то в эфе ну вот 200 рублей до 500 600 это принципе можно но это реально это как сказать более-менее адекватного конечно продать можно дороже если получится найти покупателя которая готова будет отдать за такое деньги большие большие так относительно в x-file ну вот тысячи в пределах полутора вот это в классном с классным рельефом без про без практически без повреждений каких-то без малейших там не знаю следов коррозии то она и стоит это около косыря тысячи рублей то чуть больше самая простая разновидность так скажем ну юнси вернее близко к юнси так называемый хороший x-file так скажем юнси какой может быть юнси ну и мои если монеты там кабинетное хранение это единицы на них естественно стоят космических относительно таких вот больших денег ну в среднем считается что порядка десяти тысяч это близко к юнси то есть даже с остатками штемпельного блеска еще я вот видел монеты вот она вот как вот билл штемпель тут как вот радиальные такие вот лучи малейшие как весь займу не линии шлифовки даже наверное как подобие линии шлифовки современном вот такие монеты стоят конечно от десяти тысяч там и выше он слабированные на волмаре проходы были 6 августа нгс слаб мс-62 за 10 тысяч 770 рублей такая вот монета такая разновидность состоянии мс-62 и ранее был проход тоже на волмаре 30 июля там можно в интернете вот кому интересно посмотреть за 18 с лишним тысяч рублей но там без слабо я не знаю просто там мне кажется цена реально завышенная была эту монету ну там понятно никаких вот таких вот зелень никакой ничего там как будто вот как новодел практически монета хотя есть существуют новоделы для коллекционеров которые делались там какой-то период времени но они как бы их не так много и не думаю что стоит об этом говорить это отдельная тема для это также как наши современные монеты которых массовых не было там есть уникальные там какие-то там заказные прочие выпуски которые стоят сотни тысяч рублей вот так вот гурт гладкий ну конечно хотелось бы в экспо и себе положить я никуда не уложил в кафу нашел как-то тоже все эти медные монеты уже принципе разобрал мне их совсем немного там буквально несколько десятков царских вот потихоньку рассматриваю сам изучаю что-то вот пытаюсь вам тут что-то кому-то что-то может интересно станет люди посмотрят хотя бы там несколько секунд и сами начнут искать информацию узнавать может от собирать начнет это все очень интересно я считаю принципе история и нумизматика всегда идут рука об руку так скажем все спасибо всем за внимание ищите и обрящите собирайте монеты собирайте классику в российскую империю современные монеты все как говорится в любой теме есть свои какие-то интересные моменты вот спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока